Всем привет! С вами Русалина и вы на видеоканале, посвященном лепке из полимерной глины. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать детальный процесс создания подвески из полимерной глины, эпоксидной смолы и сухоцвета. В качестве рамочки будем использовать силиконовый молд. На выходе получим красивую подвеску с коллажом сухоцвета. Для работы нам понадобится полимерная глина любого цвета, силиконовая формочка в виде ажурной рамочки, сухоцветы, лезвие, скалка, эпоксидная смола и комплектующие к ней, белая акриловая краска. Разминаем пластику до максимальной эластичности. Чем мягче и податливее будет глина, тем легче будет ей заполнить все углубления в молде. Сначала формируем шарик из глины, потом расплющиваем его пальцами и закладываем в отверстие молда. Заполняем все углубления, все пустоты в молде, затем берем скалку и прикатываем пластик, вдавливая его внутрь силиконовой формы. Если вы видите на поверхности излишки пластики, а какие-то элементы перекрываются глиной, значит под прямым углом лезвием срежьте все неровности и поставьте заготовку в духовой шкаф, не вынимая из молда. Время и температуру обжига смотрите на упаковке вашей марки глины. Пока изделие обжигается, можно развести смолу с отвердителем. После обжига извлекайте изделие из силиконовой формы только после ее полного остывания, иначе можете повредить и рамочку, и порвать молд. В горячем состоянии эти изделия очень уязвимые и хрупкие. На внутреннюю ровную поверхность рамочки нанесите несколько капель эпоксидной смолы и равномерно распределите смолу зубочисткой или деревянным шпателем по поверхности рамочки. А теперь начинается самая творческая и интересная часть. Нужно из сухоцветов создать калаш на ровной поверхности рамочки, промазанной смолой. Компонуйте цветы и листья так, как подсказывает вам ваша фантазия. Чем больше будет разных деталей, тем интереснее будет рассматривать это украшение. Когда соберете калаш из сухоцветов на поверхности рамочки, нагрейте духовку до 80-90 градусов и положите туда заготовку подвески. Хватит 10 минут, чтобы эпоксидная смола застыла. Цветы надежно приклеились к рамочке. Но после того, как вы нагреваете духовку до 90 градусов, вы ее должны отключить и подвеска должна остыть вместе с духовкой. Смола, которая не побывала в тепле, осталась еще довольно-таки жидкой, поэтому до бортиков внутренней части рамочки долейте смолы и равномерно распределите по площади внутренней части подвески. Эпоксидка после застывания дает усадку, поэтому постарайтесь долить ее до краев, о необходимости сделать еще доливку после полного застывания нового слоя смолы. Возьмите акриловую краску белого цвета и пальцем нанесите на ажурную поверхность рамочки, чтобы ее немного оттенить. Обязательно после того, как краска подсохнет, нужно лаком на водной основе покрыть поверхность из пластики. Затем вам необходимо будет просверлить отверстие в верхней части подвески и закрепить в нем бейл и тоненькую цепочку. Вот и все, наша подвеска готова! Надеюсь, этот урок был полезен и интересен, как и многие предыдущие. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте лайки и не пропускайте новые мастер-классы, а они не за горами! На сегодня я буду с вами прощаться, до новых встреч, друзья!